вот приветствую приветствую всех продолжаются работы бритовыми со стопроцентным клином том числе комиссари принципе день большая часть уже прошла я еще все на шлифовке лезвий принципе одно из самых таких длительных занятий да и решил лезви оставить серыми серыми потому что они как-то маленько как-то по брутальней что ли выглядят в плюс со следами ковки там теми же самыми и зеркальная заточка думаю будет на сером фоне как бы лучше выражена вот так вот сказать правильно так вот такие вот нас варианты на сегодня видите все эти следы ковки после того закалки все это вот оставил то есть придав им брутальность вот у этого в ушок закруглен тоже решил не полирует я хотел зеркальным сделать как говорится не к силу не городу будет зеркальный но тут чего-то надо будет тут конусы вводить фаски потом трендин как ее там насечку тут такая же картинка принципе один в один только вот здесь плоскость а не закругленный то есть как говорится опять же на любой вкус и цвет клинки острые вот я еще подумаю очень точить их или не точить у них сейчас легкий звучит который не трогаю иначе сейчас я все руки уже вы были бы изрезаны и за счет этого за счет столько и это спасаюсь так вот но вот конечно шлифовка у 10 раза в три проще чем вот пример дамасской сталь там или вот этот пакет на кованые шаха 15 все равно более податливый металл какой-то бы он правильно он не пакет на кованые два первых просто кованые а просто кованые это в четыре раза уплотнение произошло металла то есть от листового он уже в четыре раза вперед вырвался а вот так вот резкость хорошо так в бушок у него тоже закругленный тоже как говорится на любителя вот сейчас вот я в думках что мне дальше делать мне кажется может вообще ничего дальше не делать с ними то есть а считать как готовыми законченными вот если из комиссории примеру тут же а вот надо по мелочи доделать я правы а вот с комиссории мне кажется надо ставить вот эту брутальность вот это вот маленько неряшливость так сказать но дамаск если дамаск не затравить то он выглядит как-то так упрощенно и тут вот у меня дилемма конечно возникает да приятно выглядит стопроцентный клин как грань чуть не сказал стакана вот то есть вот этот мой легкую такую драйку я могу сейчас ее заполировать но нам какая-то няшевый выходит не знаю здесь вот плоскость оставил на головке не закругленную и вот уже дамаска как-то да не хватает это структуры проявленного она там чуть-чуть видно но и чуть-чуть мне кажется ее нужно все-таки проявлять иначе как-то что-то будет не доделано как будто тоже закругленный у меня уже спина трясется всегда ноги трясутся руки трясутся а я спида что-то подустала трясется ладно это вот под ручку вот так вот это вот на данный момент все здесь тоже будьте выравнивать фасочки фигас очки как говорится несет не закругленный как сложно сделать с умной техникой ну вот что ж пойду дальше работу работать думаю так все сделаю то есть вот тут сейчас я просто подровняю вот эти вот всякие выемки там да сюда тут надо все не тронут как еще тут тоже вот видите надо поработать надо тут же то же самое насечку сюда сфигачить как это мы везде принципе тут тоже мне кажется насечка не помешает надо подумать где ее воткнуть наверно стандартном месте не знаю ой смотрю сама не вижу что не перед экранчиком ну да да мне кажется насечка не будет лишней совсем здесь наверно верху она не помешает в ямке пальцы это хорошо а сверху как бы все как-то гладковато да придется травить и жалко конечно пусть протравки и придется точить по любасу а вот сейчас она только ремня ждет в то есть в смысле не по заднице ремня чтобы поправить и она уже готовая была прямо для бритья идеально мах как не хочется не травить из-за этого прям я не знаю ну что ж погнали надеюсь что у меня сегодня все пойдет гладко и я что-то успею до произвести даже вам показать пока все перекур закончен дела-то движутся а движутся нехорошо и удачу все без косяков все хорошо что ж вот так вот они выглядят теперь рисуночек протравленный глубоко насечки насечки вот как то так тут надо будет протирать конечно маленько выйти черно-белые буквы насечки классические так тут тоже вот насечка русская бритва и насечка боковая почему боковая потому что когда держите бритву всегда палец лежит этом углу то есть вот так вот так вот так вот все равно с одной стороны все сделал специально сторонним во первых так я ее увидел во вторых посчитал что она будет здесь нужный и правильный тут сделал классическую то есть вот так собой сторон а его локами цепляется и все вот дамаски теперь такие все таки я решился их протравить и скажу почему потому что я шевелил как тяпится мозгами вспомнил прошлые ошибки удачи и неудачи и вспомнил то что если я поставил их то есть в том остром состоянии в котором они были после шлифовки то заточка была бы отличная, но она была бы не настолько тонкой, то есть все равно заточка должна быть тончайшей, то есть на мелком зерне должна быть правильной, поэтому я и подумал, что я не правильно делаю, я ошибаюсь, и поэтому решил их буду затачивать с тонкой, такой гладкой подкладкой, и они будут иметь какой-то микроугол, но все же, зато заточка будет проходить поэтапно, с уменьшением размера зерна, и в итоге заточка будет правильной, а не близкая к правильной, теперь у меня тут такая дилемма, то есть бритвки в принципе готовы, только не заточены, и их сейчас затачивать, нет, просто их даже сейчас не буду затачивать, почему, потому что к эмиссоре нужно делать подставки, к этим оправы, то есть на острых бритвах, они так уже острые, наверное, все руки поизрежу, а если их сейчас заточат, это будет вообще караул, поэтому затачивать их не буду, а так в принципе не готовы клинки, и видимо сегодня новостей я вам более никаких не покажу, потому что тут сейчас у меня будут деревянно, покажутся определенные пластиковые дела, вот так вот, да, хочу еще добавить то, что вчера не договорил, это пример, вот у меня был один пример, это такое легкое измущение опять, как бы так, а у меня какой-то пацанчик нарисовался тут, и говорит, мол, а у тебя ценник большой, а откуда такие берутся ценники, сколько стоит твой трудочас, начал мне тут какую-то пургу гонять, сталь дешевая, вроде, откуда такая цена, вот, я хотел с ним, конечно, побазарить, но подумал, если он настолько глуп, о чем я могу с ним говорить, да, полоска, вот такая вот полоска металла, она дешевая, ну как дешевая, смотря как купить, если вы ее купите просто полоской, она будет там подороже, там раз в 4-5, если вы купите большим листом, то у вас этот лист обойдется там 1025-30 по минимуму, если считать, а если нарежете на полоски, то он у вас вообще выйдет там где-то рублей 100, ну да, вот единственный, где он прав, в остальном он не прав в чем, то есть, по сути, по сути, это не его дело, то есть, я, может, хотел бы, например, на них вот так крепко навариваться, да, я сказал, вот это моя цена, вот столько стоит моя работа, но нет, тут дело в другом, то есть, чтобы сделать вот эту вот пластинку, заготовку, то есть, вот такую, сюда уходит столько стали, ну вот сколько стали, сейчас я вам скажу, сколько уходит, это примерно 2 квадратных метра, если в листе брать, вот уже сразу считать, надо уже, как бы, откуда уберется стоимость, то есть, 2 квадратных метра распилить на заготовке, все их вместе в пакет зачистить, сварить и начинать расковывать, вот сколько стоит ковка, сколько стоит кокс, сколько стоит электроэнергии, сколько все тут, вот когда все это вместе складывается, правильно считается, без ошибок там, а, да там я, вон, на эту фигурку потратил там 500 рублей, ты на эту тыщу, там, что считать-то, а все правильно считать пошагово, то есть, такая получается себестоимость, что даже, в принципе, я до сих пор не могу к ней привыкнуть, вот до такой степени, ну, ладно, не будем, не будем, вот, ну, что ж, рекламный ход можешь сделать, да, металл для этих бритв я добывал в горах Гималая, то есть, в Гималаях добывал руду, промывал ее в реке Брахмапут, ну, есть такая река под горою, там, около Гималаев, намывал, и в итоге, вот, такая вот суперсталь, ну, вот, но разводила бы это не мой конек, поэтому все остается как есть, а я сейчас присмотрю заготовки на оправы, на подставки, и буду какие-то планы уже строить на завтра, что мне делать, какие они должны быть, из чего они должны быть, вот так вот, вот, данная задача, то есть, на сегодня у меня такая вот задача, ну, вот, так вот, все, больше, да, сказать нечего, показать нечего, все, благодарю за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok